Вопрос в том, что автоматике очень многое отдано в наших космических полетах. Я когда-то учился еще на аналоговых союзах, сейчас у нас цифровой союз, и мне приходится делать, не знаю, в 4 раза меньше, потому что совсем справляясь с компьютером, я просто контролирую результат. Если результат по каким-то причинам меня не устраивает, то стыковки. Я провел черт знает сколько времени за тренажерами, учась стыковаться со станцией, с управляемой станцией, с неуправляемой станцией, то есть стабилизированной или нет, учась стыковать грузовики. И мне это ни разу не пригодилось. Автоматика все стыковала вместо меня. Очень обидно, потому что столько времени потрачено, и хотелось попробовать самому. Но вот все получат. Системы оповещения об аварии автоматически, более того, это не только оповещения, тут же включается ответная реакция. Расклиматизация, выключается вентиляция, компьютер тут же начинает выискивать сам дырку. По межмодульным датчикам, понимая, куда утекает воздух, он тебе прямо скажет, утечка там. И ты подлетаешь через 3 минуты после аварии, видишь, какой модуль продырявлен. То же самое автоматическая реакция при любой другой аварии тоже есть. Поэтому автоматизация – это разгрузка нас с вами, членов экипажа большого космического корабля «Земля», и помощь нам. Так что это очень помогает. Продолжение следует...